Доброго дня! Вы смотрите программу о животных под названием «Хочу домой» на телеканале Самаргиз. Это программа о брошенных собаках и кошках, которые были рождены под открытым небом или выброшены нерадимыми владельцами. И, конечно, мы рассказываем о счастливом финале после бродячей жизни собак, которым удалось найти своего нового владельца и теплый уютный дом. Интересная информация, почему кошки часто толкают миску с водой. Как рассказывают ученые, все очень просто. Они предпочитают пить текущую воду или проточную, а не стоячую. Эта привычка у них закреплена на генетическом уровне, то бишь застойная вода может представлять опасность. Она не свежая и не вкусная, поэтому им лучше попить из ручья или водичку из-под крана. В этой связи фелинологи советуют приобрести специальный фонтанчик, в котором вода будет находиться в постоянном движении. Тем самым насыщаться кислородом и как будто свежая. Вот такая вот интересная информация перед началом нашей программы. А сейчас расскажу, что вы сегодня увидите. И так, как обычно, в видеовизитке двум собакам и одной кошке необходимы свои владельцы. Хорошие и ответственные. Посмотрите, может кто-нибудь вам понравится и вы осчастливите животное. Завершающий репортаж с выставки «Друг человеком». Чем можно заняться с собаками? Какими видами спорта? И гость студии сегодня беседуем с зооволонтером группы «Каштанка» Анастасией Мясниковой. Тема обсуждения. Чем помогают зооволонтеры решению проблемы в родящих животных? И обсуждения программы ОСВ и последнего закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области о содержании и обращении с безнадзорными животными. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну, наверное, первый вопрос. Неоднозначное отношение в обществе к нашим зооволонтерам. Сейчас вот последние там несколько лет их и зоошиздиками называют, и так, и так, и ругают, и наоборот, так сказать, прославляют. Кто такие зооволонтеры? Зооволонтер – это в первую очередь человек, который на добровольной основе готов помогать животным всеми силами. Он может пристраивать, либо занимается благотворительными взносами в наши приюты, а человек, который сам от себя хочет делать добрые дела и помогать. А вы скажите, допустим, 15-20 назад такого понятия не было, зооволонтеры, или не было таких проблем, где могли бы свои средства, свои силы, ресурсы применить люди? Я думаю, тогда, насколько я знаю, таких проблем не было глобально. Не заводили такое огромное количество животных, чтобы выбрасывать их потом на улицу. Если их заводили, я помню, крупные породы даже вот из моего детства, они до конца жизни жили со своими хозяинами. И самые серьезные породы тоже. Вот скажите, это зооволонтерство – это как бы мода или веяние времени? Нет, зооволонтеры – это не мода. Наверное, больше это веяние времени нашего сегодняшнего, так как у нас сейчас интернет полон постами о приютах, о помощи, о помощи единичных животных, которые на улице, допустим, на сегодня просят, помогают. И многие обычные люди, даже не считаясь зооволонтерами, они спасают, помогают, либо дают информацию самим волонтерам, чтобы организовать эту помощь, приехать на место. То есть, по сути дела, человек, у которого много свободного времени или просто есть время свободное, он занимается как раз спасением животных? Ну, вы знаете, не факт. Допустим, у многих зооволонтеров по две, по три работы, в которых совершенно нет свободного времени, но на самом деле они не спят ночами, иногда пишут посты. Не спят ночами, выезжают в леса, выезжают на какие-то там места животных, которые находятся в плохом очень состоянии. То, что из последних сил хотят помочь и спасти по возможности каждого, тут, наверное, наоборот, все-таки играет роль. Хорошо. Вот зооволонтерское движение – это все-таки движение, которое способствует уменьшению бродячих собак на улицах и кошек? Конечно. Или просто мы помогаем, но собаки плодятся и плодятся и плодятся? Нет, конечно, однозначно да. Когда любой зооволонтер или человек из приюта спасает животных с улицы, обязательно стерилизация происходит каждого, неважно, это собачка или кошечка. А потом пролечиваем и обязательно пристраиваем по возможности. То есть некоторые зооволонтеры, если животное долго не пристраивается, забирают к себе домой. К сожалению, таких, вернее, может быть, к счастью, таких много, но, к сожалению, не всех могут забрать с улицы. Потому что там переизбыток у многих животных, больше 10-20 и так далее. А вот скажите, есть теоретики волонтера, да, насколько зооволонтеры? Да, конечно. Есть практики, есть люди, которые так называемые, как их называют, диванные зооволонтеры, а есть действительно те, которые реально делают какие-то дела, своими делами реальными, помогают действительно пристраивать животных, находить, спасать животных. Таких очень много практиков, которые на самом деле скидывают информацию, видеоинформацию, созваниваются с людьми, которые готовы помочь в срочном порядке. Но, к сожалению, диванные критики, которых полный интернет, честно, очень мешают этой работе и спасению нормальным людям, которые на самом деле хотят помочь, к сожалению. А у нас в Самаре есть какое-то движение именно зооволонтерское, так, чтобы все зооволонтеры знали друг друга? Или каждый, так сказать, по своим стайкам? У нас, к сожалению, нет единой такой системы, там, где я сейчас нахожусь, в группе Каштанка, район от 200 до 600 человек, есть разные группы по Самаре и области, но многие из них связываются как бы в определенных группах, то есть идет какое-то отдельное немножечко, но все-таки 50 на 50 связь идет со всеми группами, со всеми приютами и со всеми волонтерами, не только по Самаре. А есть какая-то статистика, количество человек, активных участников или неактивные участники, вот примерно сколько людей, которые готовы отдавать свое время свободное на спасение животных? Скажу так, что я вижу напрямую в сетях, от 3000 и выше человек по Самаре точно, потому что просчитать сколько и какое-то количество невозможно, каждый день появляются новые люди, готовые спасать, приходят к нам в группы, которые ранее этим не занимались, но сейчас у них полжизни на это уходит. Вы спасаете собак, те, которые бродячие и бездомные, или еще занимаетесь поиском, да? То есть сейчас у нас в Самаре очень довольно-таки такой обширный и многочисленный чат зоопоиска, вы как-то контактируете? Да, обязательно контактируем с зоопоиской. Ребята в зоопоиске очень молодцы, огромные, очень много домашних питомцев убегает, к сожалению, и с помощью листовок и интернет-сетей находят практически каждого животного. А вот на ваш взгляд, пока не забыл вот эту мысль, да, на ваш взгляд, убегают больше собаки, которые дрессированные, или те, которые не дрессированные вообще? Ну, ни то, ни другое. К сожалению, убегают те собачки, которые не стерилизованы и не кастрированы. Убегают к течным или по течке? Нет, ну, воспитанные или не воспитанные? Ведь воспитанная собака, она, как правило, ну, далеко, ну, все-таки у нее есть тормоза, у нее есть команды, рефлекторные дуги. Нет, тут немножко другой вопрос. Собака может быть воспитанная, но она может быть трусихой. Она может испугаться шумомашины, шумогазели, шумоскорой помощи. То есть я думаю, что вот то, что я знаю про животных, больше от испуга. Больше от испуга? От испуга. Но насколько вот я просто... Потому что это психологический момент у них. Потому что были ребята с зоопоиска, они говорят, что по большей степени те, кто не дрессированные, не воспитанные. Ну, мое личное мнение от испуга в основном. От испуга. Ну, это понятно. Понятно. К сожалению, я вынужден прерывать нашу беседу, чтобы посмотреть очень важную информацию. Видео-визитки. Информация о собаках и кошках, которым нужен свой дом и хороший, добрый и ответственный владелец. Обратите внимание на этого красивого пса. Ему нужен свой владелец. Он очень хочет домой. Сейчас ему около пяти лет и год назад он еще служил человеку. Почти всю свою жизнь он охранял базу. Базу расформировали и собака оказалась в приюте. Живет у нас почти год. Он очень крутой, очень классный пес. Очень умный, знает команды и очень красивый. Пес очень разумный и вдумчивый. Стремится к человеку, а самое главное, не имеет мотивированную и немотивированную агрессию. Заберите пса по кличке Буран домой. Он готов снова жить рядом с человеком и любить своего владельца. Обращаться. Обратите внимание на этого кота. Он готов уйти из приюта прямо сейчас. Приучен к лотку, непривередлив. Зовут этого красавца Уна. Котик классный, контактный, любит общаться с людьми, любит играть. Очень активный. Соответственно, хозяевам ему нужны такие терпеливые, которые готовы уделять время и готовы общаться с котиком. Заберите кота Уна домой. Обращаться в 8-927-686-0790. Черный статный пес по кличке Рич ждет своего владельца и готов уйти из приюта прямо сейчас. Очень подвижный, умный, ласковый. Знает команды. Сидеть, лежать. Бояться только не знает. Очень хорошо. Будет детишками 8-10-12 лет ладить. Которые подвижные. Вместе будут играть, гулять. Очень ласковый. Вообще не агрессивный. Живется для тебя кошками сейчас временно. То есть ладит с другими животными, собаками и кошками. Вот такой красавчик. Пес по кличке Рич очень надеется, что за ним придет его любимый владелец и заберет его из приюта домой. Звоните по телефону 8-927-733-34-84. Как вы считаете, в нашем городе визуально стало меньше собак? Намного меньше. Причем я с ними контактирую тоже напрямую с ребятами нашего отлова. Это добрые люди во главе с сыном Тарасенко. Они делают максимальное количество возможного от себя. Максимально. Они выезжают на места, забирают, стерилизуют собак, делают прививки. По первому зову. По первому зову всех зововолонтеров, которые находятся в чате, либо есть отдельный номер контактного телефона для всех остальных граждан. Вы говорите о том, что очень много собак, которых выбрасывают на улицу. Но ведь в основном уже ловят непородистых собак. И в основном это метисы, дворняжьи, которые были рождены под открытым небом. Конечно. Опять же возвращаемся к тому, что самый главный вопрос, что те собаки, которые убегают и не нашли, породистые. Соответственно, они уже на улице сходятся с непородистыми. А так как собачки не все стерилизованные и кастрированные в основном, домашние, идет вот такое вот у нас повышение. Я знаете еще о чем хочу сказать, Анастасия? Здесь вопрос в том, что очень многие зооволонтеры, они почему-то всегда осуждают и говорят, вот, злые люди, не каждый второй, третий собаковод – это злой человек, который выбрасывает собаку. На самом деле, когда я провожу какие-то опросы в своих группах, или в группах других, люди, которые действительно имеют породистых собак, или даже метисов, они говорят, что мы не выбрасываем собак. И такой процент очень минимальный именно тех, кто действительно где-то обучался, где-то в клубе стоит, где-то просто взяли собак. Какая социальная группа бросает таких собак? Вы знаете, во-первых, те люди, которые бросают, они никогда не будут афишировать эти события ни друзьям, ни знакомым, ни родственникам. Соответственно, про кого вы сказали, что с кем вы общались, они, конечно, не будут бросать. И, соответственно, тут немножечко не тот контингент идет. Ну, в основном не справляются. Но собаку все-таки по большей степени ее же пристраивают, да? Пристраивают. В основном пристраивают. Но в основном это категория людей, которые не готовы к животному, были дома. Это раз. Во-вторых, не справляются с воспитанием и не хотят тратить финансовые средства на его воспитание. Опять же, кинолог, да, это немаленьких денег на сегодняшний день стоит. И самое главное, когда заводят детей, им уже эта собачка или кошечка не нужны, получается, они готовы куда угодно ее деть. То есть, соответственно, это просто, в первую очередь, безответственность людей. Огромная. Ну, вы как-то принимаете участие, вот ваше сообщество Каштанка принимает участие, допустим, в поисках той или иной собаки? Или вы как-то просто определяете собак, которые вот именно безнадзорные или дикие, так сказать? Нет, мы принимаем участие, когда максимальный зоопоиск. У нас также девочки находятся и в нашей группе, и в команде зоопоиска. Если срочно, потому что люди распределены по всему городу. Каждый живет в своем районе, соответственно, кто-то ближе находится. Нам скидывают такую информацию, и мы обязательно помогаем, чем можем. Программа ОСВВ, которая была принята в 2018 году, вот на ваш взгляд, есть ли какие-то результаты от этой программы? Да, конечно, результаты огромные. Опять же, вернемся к нашему сегодняшнему отлову, добрые люди. Они делают максимальное количество вещей. Единственное, что у них, конечно, не хватает места. Для этого нужно открывать новые приюты, нужно открывать новые места пребывания собак. Хорошо, мы открываем эти приюты больше и больше и больше. Собак становится все больше и больше. Есть какой-то предел, когда эти приюты уже не понадобятся? Как вы думаете? Нужно, в первую очередь, необходимо, я думаю, чипировать каждую собачку, каждое животное с владельцами. Так, хорошо, мы поставили чип этой собаке, так? Хорошо, что делать с собаками, которые на улицах бегают, дикие? Ну, почему же они дикие? В каждом районе нашего города есть определенные волонтеры, которые кормят определенную стаю собак. Вот, допустим, даже по адресу скидывают, вот там-то и там-то, да, бывают люди жалуются. Мы написали в группу, сразу вышел человек, а я их курирую, а я за ними слежу, а я их лечу. То есть везде, почти по районам у нас есть такие люди. Соответственно, и я, говорят, могу снять на видеосъемку и сказать о том, что они не проявляют никакой агрессии. К сожалению, у нас такая категория людей, которые просто ненавидят все живое. И таких, к сожалению, немало. Ну, хорошо, вот мы, допустим, делали когда объезды, допустим, вот мы были в районе Дебенко, Карбышево-Дебенко, и там все-таки вот мужчины, которые живут, и вот эти собаки, которые... В принципе, они, да, они подпустили взрослых людей, но они, говорят, они на детей, на всех действительно проявляют агрессию. Ну, вы знаете, отдельная история, смотря как... Дети идут мимо спокойно, и они проявляют агрессию. Что в этом случае делать? Я думаю, просто изначально нужно родителям правильно воспитывать детей. Правильно со школьной скамьи. Они не трогают ничего, то есть они идут мимо. Но мы же не видели на него, что происходит. Может быть, они в них что-нибудь кинули, а может быть и нет. Знаете, я думаю, что это просто надо смотреть на реальную картину. Дети тоже скажут, потому что так же, как и взрослые, они могут там приврать, обмануть. Смотря на реальную картину, если бы мы все это видели своими глазами, можно было бы это обсудить и понять. Стоит ли ловить собак по программе ОСМВ, те, которые не агрессивные? Нет, в смысле ловить? Допустим, ну, от ловли. Допустим, вот есть рынок, есть район, где живет собака, где она, может быть, так является собакой вот этого двора. Есть ли необходимость ловить такую собаку? Нет необходимости. В основном те собачки, которые живут при дворовых зонах, может быть, где-то при рынках, они закормлены. Их многие очень знают. Любят, и многие гладят, да, вот, вопреки того, что вы говорите, там, облавили, там, детишек, да. Те же самые детишки в другом районе сами ласкаются к этим собакам, сами носят им на последние свои копеечки, там, обеденную еду и кормят, что я неоднократно сама наблюдала, понимаете? И многие дети в этих же дворах растут с этими животными. Чтобы вот вы коротко, потому что нам надо переходить к сюжету, чтобы вы коротко добавили бы в программу СВВ. Что не хватает? Ну, огромная нехватка, еще раз повторюсь, это мест. Мест для собачьего содержания. Обязательно. Что? Что там еще? Ну, в принципе, это, наверное, главный вопрос. Потому что ребята... Собак много, машины, я смотрю, там, две-три машины. Да, машинки обязательно надо будет докупить. Вот такие моменты просто, я не особо сведома, но это очень важный момент для них. Спасибо большое. Итак, прервемся на несколько минут, чтобы посмотреть репортаж с выставки бродячих собак и кошек «Друг человека». Какими видами спорта можно заняться с братьями нашими меньшими? Тарасенко Инна Сергеевна, директор ветеринарного центра «Флагман Бет» и организатор нашего прекрасного фестиваля «Друг человека». Эта неделя в ожидании 11-го фестиваля была действительно непростой. Много вложено сил, много вложено труда. Огромная команда, не опуская руки, ждала сегодняшнего дня. И благодаря стечению потрясающих обстоятельств, благодаря Дмитрию Дмитриевичу нам этот фестиваль все удалось провести. И мы возлагаем огромные надежды на то, что сегодня мы не только пристроим животных, но и обнимем друг друга, потому что это сейчас как никогда нужно. 11-й фестиваль с простым названием «Друг человека» прошел под сводами одного из выставочного центра в Самаре. Известные и малоизвестные приюты и волонтерские организации представили своих собак и кошек на всеобщее обозрение, которым нужен свой дом и ответственный владелец. У каждого из участников свое место. И возможность показать животных во всей, как говорится, карасе. Важность мероприятия в наше время отметили на всех уровнях. Конечно, прием животных меньше бездомных животных. Это говорим как раз о том, что здесь же все бездомные животные. Поэтому мы сегодня будем демонстрироваться на табло количество принятых в дома. Это и есть. Можно с фестивалем это делать, можно без фестиваля, можно делать через прием, приемники, всякие разные пункты приема, где принимают животных. То есть вариантов-то полно, и таким образом мы закручиваем этот механизм с помощью фестивалей. Пропагандируем его. Именно здесь жители нашего города смогли бесплатно обрести себе домашних питомцев. Для некоторых любителей животных фестиваль стал местом для общения и встречи единомышленников. А главное – получение информации от специалистов по той или иной теме содержания животного в домашних условиях. Почему именно из приюта взяли? Я думала, что приютовские собаки самые умные и самые благодарные. А вот по характеру как вы можете характеризовать собаку? Добрая, агрессивная, недоверчивая? Смотрите, вот я сейчас про него конкретно говорю. Робкая робкость, послушная послушность и доброта. Вот и все. То есть мы его сейчас, когда мы его забрали, привезли, сразу поставили в ванну. Пытались его расчесать. Купали его, ну больше часа купали. Терпит, кряхтит. Вот глаза, слова не сказал ни разу. Ничего вообще, ничего. Вот делайте из меня, хоть и с тобою собаку, хоть и какую. Вот жизнь у него начинается новая. Нужно отметить, это мероприятие вышло за рамки простой выставки бездомных животных. И с недавних пор приняло ранг фестиваля. Здесь проходят представления волонтерских групп и поисково-спасательной службы. Конкурсы для детей и фишкой фестиваля стало проведение состязаний по спортивному собаководству. Первое, что увидели зрители, это аджилити. Преодоление препятствий в определенной последовательности и на время. Весьма завораживающее состязание, которое привлекает зрителей. Моей собаке это очень нравится и мне тоже. Он получает от этого массу удовольствия и выиграет хорошие места. Ловкое управление собакой, которая должна чувствовать владельца и реагировать на каждый жест. Это еще один способ добиться хорошего послушания. Настолько сложно обучить собаку преодолевать болезнь? Ну, это все, наверное, зависит от породы, от самой собаки. Допустим, мы с Кайзей относительно быстро все учили. Что самое сложное в аджилити? Самое сложное – это трассу проходить, потому что собака путается, с какой стороны ее бежать, контролировать ее надо. И собака может сбиться. И обращаем внимание, аджилити – это занятие не только для породистых собак. Можно с любыми породами заниматься, даже с метисами и не с метисами. Фишкой фестиваля стало проведение конкурсов на лучший костюм. В нем приняли участие как породистые, так и метисы из приютов или собак, уже нашедших себе владельцев. С большим интересом зрители наблюдали за конкурсом «Танцы с собакой фристайл». Впечатляющее действо, захватывающее своим мастерством участника управлять собакой, при этом еще двигаться самому в такт музыки. Два дня фестиваля, огромное количество положительной информации и более двух десятков пристроенных в добрые руки собак и кошек. И это тоже хороший результат – подарить новую жизнь братьям нашим меньшим. Переходим к весьма щекотливой теме – это эвтаназия. Еще лет 10 назад были муниципальные предприятия, которые занимались отловом и усыплением собак под названием спецавтохозяйство. С 2018 года мы ушли от этого и сейчас снова назревает этот вопрос. Ваше мнение о недавно принятом законе, который был подписан губернатором нашей области? Ну, смотрите, у нас закон приняли более-менее лояльный, чем в других областях, как Оренбург, как Удмуртия и так далее. У нас по программе ОСО животные будут отлавливаться для стерилизации прививок и в любом случае возвращаться на место обитания. Единственный пункт, который там оставили, это все-таки эвтаназия и усыпление агрессивных собак, если вдруг их не заберут в приюты на полное содержание до окончания жизни. Ну, вот хорошо, вот приюты сейчас, да, частные приюты, они немножко переполнены. И, ну, некоторые в приютах, они говорят, да, нам некуда девать вот этих вот агрессивных собак, потому что мы могли бы взять собаку другую со двора или другую приютить, более добрую и послушную. Вот что с такими собаками делать? Я думаю, что в первую очередь таким людям, которые говорят на эту тему, нужно пообщаться с другими приютами, с другими зооволонтерами, которые готовы принять собаку на пожизненное содержание, а не решать глобально эту тему самим. Потому что я думаю, что многие согласятся. Вот у меня есть несколько примеров в прошлом году, когда люди искали, куда определить злобно-акклисивную собаку. Ни один приют, ни одна организация не помогла в определении. И, соответственно, ну, насколько я как бы слышал, да, и четыре собаки у разных владельцев, они усыпили их. То есть пошли и усыпили. Это очень жалко и обидно. Если честно, я бы, знаете, как сделала. У нас волонтеры не только в городе Самара, у нас волонтеры по всей России. У меня лично в контактах есть порядка 10 городов России, где волонтеры привлекаются и приезжают к нам в Самару за животными, и обратно мы их отправляем. Поэтому, я думаю, такие вопросы нужно решать глобально по всей России, по всем городам и просто связываться с людьми. С людьми не ограничивают нашим городом только все. Хорошо. Вот зооволонтеры, которые занимаются, допустим, обустройством собак, пристраивают их по домам, по семьям и так далее. Вот все-таки, ну, сами понимают о том, что какая психика у собаки, что есть генетика, что, ну, как-то вот разбираются, между собой как-то общаетесь на эту тему, что все-таки злая собака даже не от того, что она, там, и кусача, что она по жизни, там, кто-то ее обидел от того, что есть генетика. Нет, я думаю, что генетики все-таки нету, потому что каждое животное, ну, давайте в том числе, в первую очередь собачек возьмем, оно рождается ангелочком, да, маленький кутенок. Все зависит от воспитания. То есть генетики нет, в смысле, в каком плане генетики нет? Переходящей генетики злоба, ну, я примерно своими словами скажу. Вот, все зависит от того, как воспитали собаку, что вокруг нее происходит, в какой она атмосфере жила, какие события были. Может быть, у нас есть такие автолюбители, которые специально давят собак. Не раз я видела это, к сожалению. Понимаете, ну, очень много историй можно рассказать. Сколько их привязывают. Сколько езжу, ни разу не видел. Ну, я сама автолюбитель 15 лет за рулем была. Даже видел, что некоторые там... Нет, нет, есть очень много хороших, но есть и такие неадекватные люди, которые, к сожалению, творят такие вещи со злобой. Сколько в лесу неоднократно привязанных, да, домашних питомцев цепями, там, веревками, мешками. Ну, как после этого? У многих психика останется нормальной. А тут уже получается поломанная психика так же, как и у людей. Может быть, а вот какая-то социальная группа, может быть, это как раз же информация, допустим, люди, которые живут на окраине города, в деревнях, поселках. Может быть, как раз до них больше доводить информацию, потому что ведь многие собаки бродячие, они приходят в город обратно, если... Ну, в поисках кормовой базы. Конечно. Ну, к сожалению, в деревнях и в областях немножко иная система, потому что там в основном частные дома, и, конечно, все возможные животные к ним приходят. Но у них есть огромный минус. Конечно, бы хотелось проводить информационные выезды для них, потому что они вообще против стерилизации и кастрации животных. Соответственно, их гораздо больше там в разы, и многие оттуда к нам привозят и наоборот вывозят. А почему они против? Я не понимаю. Ну, потому что им это неинтересно. Они не хотят тратить денежные средства на это. Считают, что животные должны просто жить как животные, плодиться постоянно. А то, что они там полухудые кто-то ходит, кто-то кого-то кормит, а кто-то кого-то нет. Ну, просто человеческий фактор такой у них, к сожалению. Но они по-другому относятся. Ну, не все. Не все. Ну, больше 50% точно. Ну, и последний вопрос. Приходилось ли вам пристраивать собак в хорошие семьи? И опять же, вы же смотрите, вы же не будете агрессивную собаку пристраивать в семью, ну, которая даже с малым опытом общения с собаками. Пристраивала. Я сама лично пристраивала двух взрослых собак. Кстати, в области, в деревню. Там, слава богу, тоже с улицы забирала. Но они не были у меня ни агрессивны, ни намеков, ничего. Сама лично я с улицы забрала двух диких собак пять лет назад, которые были достаточно агрессивны. Опять же, у них история своя была. Там люди издевались просто над ними. Они жили во дворе нашего города. Вот. Но я не считаю их агрессивными. Я их воспитала довольно-таки хорошо. Что значит, издевались они что там, каленым железом? Кидали кирпичами. Кидали кирпичами. Стреляли из пневматики. Пинали. И там группа детей, которые этих собачек, им было тогда около года, то есть они уже повзрослевшие, их прятали просто от людей. Прятали их от людей и привязывали в детском садике. Конечно, история характеров у них уже другая была, но дрессирую я сама по книгам, если честно. Слава Богу, все хорошо получается, но людей и ноги, которые пинающего человека, они запомнили навсегда. Понятно. Ну что же, наша программа завершается, и мы еще раз обращаем внимание на такую информацию. Не проходите мимо фактов жестокого обращения с животными. Делайте замечания таким людям. Любите братьев наших меньших и будьте ответственными владельцами. Ну а мы говорим вам до свидания, хорошего настроения и мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова